Здравствуйте, дорогие рыбки! Сегодня мы будем делать расклад Ленорман для вас на ноябрь 2023 года. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, а я вам буду за это очень благодарна. Ну и, конечно же, пересылайте это видео другим рыбам. Также, знаете, смотрите свои расклады не только по знаку вашего солнца, но и по знаку вашей луны, по знаку вашего асцендента. Таким образом, у вас будет более полная картина того, что вас ожидает в ноябре. Ну и, соответственно, знака луны, солнца и асцендента вы можете бесплатно прочитать в интернете. Для этого есть масса сайтов и займёт буквально минутку вашего времени. Зато узнаете что-то интересное и новое о себе. Итак, давайте приступать. Что ждёт рыб в ноябре 2023 года? Так, у нас расклад, как всегда, из пяти карт. Вот, и мы также будем смотреть на дно колоды и посчитаем сумму карты. Так, это у нас 60 и 20, 80, 97, 98. Это что? Это 17. Всё, у вас сумма как раз в самом раскладе. А, да, точно. А на дне колоды у вас крест, сумма у вас аист, и сам расклад у вас выглядит вот так. Так, давайте посмотрим. Значит, приступаем к расшифровке расклада для рыб на ноябре. Первая пара у вас состоит из солнца и лилий. Очень такая прикольная пара, потому что, смотрите, эти карты могут вам привести успех, чувство защищённости, радости, позитивные вибрации, позитивные чувства в двух сферах. Во-первых, это личная сфера, ну, то есть любовь, морковь, все дела. У вас там будет и преданность, и верность, и на долгое время ваши отношения будут длиться. И любовь, романтика, страсть, мир в отношениях, прощение. Все будет так мило, красиво, любовно, полюбовно, да? И вы будете чувствовать себя в безопасности в ваших отношениях в ноябре месяце. И еще эта пара карт говорит о вот это все вот это хорошее и красивое еще и в работе. Потому что лилии также обозначают успешного, амбициозного человека, который работает именно с целью добиться какого-то успеха, повышения, улучшения финансового положения, увеличения зарплаты своей, какие-то премии, бонусы. Короче, все, что можно отхватить на вашей работе, вы планируете это все получить в себе. Что, в общем-то, неплохо, согласитесь. И главное, вот у вас будет действительно какой-то такой шикарный успех в плане любовных отношений, вашей личной жизни и работы. И даже если вдруг вы не получите повышения, то, по крайней мере, у вас будет увеличение зарплаты или там какая-то грамота, поздравления официальные какой-то. Ну, в общем, это будет публичный успех. Об этом будут знать. То есть не только вы так, ой, я смог это сделать. Нет, это реально будут заметят. Солнце вы высвечивает. Знаете, ваш труд будет замечен всеми людьми. Так, потом у вас, может быть, какие-то изменения в работе. Знаете, как будто вы будете более преданы своей работе в ноябре месяце. Также может быть изменения в отношениях. То есть, например, переход на новый уровень. Может быть, вы будете планировать свадьбу. Может, вам сделают предложение. Может, вы сделаете предложение, если вы мужчина. Потом... Или, может быть, окажется... Ну, либо окажется, что вы беременна, либо вы решите со своим партнером, что как бы уже пора заводить ребеночка. Так, еще по этим картам смотрите, что может быть. Ну, лилии означают пожилых людей. Ну, а гроб может означать и изменения в том плане, что... Ну, короче, смерть. Ну, это точно пожилые люди. Ну, то есть, может быть, там бабушка или дедушка, или прабабушка, прадедушка, у кого кто есть. Может, они покинут этот мир. Или вас просто пригласят там на похороны какого-то... Не знаю, может, у вашего знакомого или знакомый кто-то из бабушек, дедушек умрет, и вас пригласят на похороны. Ну, это пожилые люди по лилиям. Так, про изменения сказала. Что там еще может быть? Ну, как бы, в принципе, все, думаю, сказала. И самое главное, почему изменения по гробам, изменения почему будут хорошими и на работе, и в личной жизни. Потому что, ну, во-первых, солнце, естественно, да. Во-вторых, аисты. Аисты говорят об улучшении. Аисты, как и гроб, говорят об изменениях, о переменах. Но аисты еще говорят об улучшении. То есть, все перемены, которые будут у рыб в ноябре месяце, они будут на ваше благо. Они улучшат вашу жизнь. А особенно жизнь, которая касается вот именно работы, достижений и ваших личных отношений и семьи. Ну и, соответственно... Так. А, еще вот по этим двум картам может быть... Как сказать... Начало чего-то нового. Вот, может быть, у вас все шикарно в вашей семье и на работе, но вдруг неожиданно вы просто решительны. Может быть, даже неожиданно для себя или просто неожиданно для всех остальных. Вы можете начать что-то новое в вашей жизни. Может, какой-то бизнес. Может, какой-то... Может... Не знаю... Знаете, как будто вы... А, или, может быть, вы действительно очень усердно работали. И потом в ноябре вы решите наконец-то отдохнуть. Потому что аисты могут говорить о какой-то полет куда-то там на отдых, да, а гроб говорит, вот действительно, вот я немножко изолируюсь, чтобы отдохнуть. Все, меня ни для кого нет. Вот такой вариант еще может быть. Так. Ну и потом аисты и птицы. Это может начаться новая какая-то коммуникация, общение, да, там, личное общение, физическое, либо по телефону, либо онлайн, да. Но главное, что вот через большое количество общения вы получите новые возможности для улучшения или развития того, что у вас сейчас есть в вашей жизни. Также... А, можете узнать какие-то слухи, которые, в принципе, помогут вам как-то воспользоваться ими, чтобы улучшить свое положение. Еще может быть... Вот узнать правду, узнать, когда быть мудрым, получить какое-то такое озарение, которое приведет к изменениям, которые улучшат вашу жизнь. Такой вариант может быть. И еще... Что может быть по этим двум картам? А, может, вы начнете обсуждать, планировать вашу семью? Ну, типа, ребенка там заводить, как-то расписываться, жениться. Вот такой вариант еще может быть. Вот. Ну и на дне колод... А, так. И у вас в качестве суммы были аисты. Ну, аисты, в принципе, это улучшения. Улучшения у вас будут и в рабочем плане, и в плане вашего психологического состояния, улучшения в вашей семье, улучшения в любовных отношениях и финансовых. Ну и, может быть, наконец-то устроите себе отдых. Что, в принципе, тоже хорошее изменение и улучшения для вас, для вашего тела и разума. Так. Ну и на дне колода у вас крест. Ну, это, например, вот так вот. Это успешное партнерство. То есть, опять же, хорошо к деньгам. Дети, которые себя хорошо ведут. Ну, или, наконец-то, за зачатие подумаете. Так, может быть, какое-то религиозное событие типа свадьбы, венчания Кристины. Или же религиозное событие в плане, что, может быть, вас действительно на похороны пригласят. Или на поминки. Точно. Если похороны были давно-давно, то сейчас поминки могут быть. Тоже такой вариант. Еще, может быть, знаете, что вот у вас очень много перемен присутствуют в ноябре месяце. А значит, то, что было до ноября месяца, у вас заканчивается. То есть, знаете, для вас этот крест будет как начало новой жизни в ноябре месяце. Потому что, как минимум, то, что связано с вашей работой и с вашей личной жизнью, это, знаете, будет иметь очень много перемен. И это типа как крест старой жизни, начало новой. Вот такой у вас расклад, дорогие рыбки. Я желаю вам успешного успеха. И пусть все пройдет именно так, как вы хотите. И чтобы перемены, которые у вас будут в ноябре, прошли для вас гладко, легко и спокойно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!